Паника заканчивается, потому что человек видит, что это тоже не помогает. И он уже вообще не знает, что ему в жизни делать. В результате восьмая стадия стресса называется депрессия. Она длится дольше всего. Человек просто в это время смотрит картинку тусклого кино, в котором нет ни красок, ни радости, как будто жизнь протекает стороной. Поднимите руку, кто так живет сейчас? Это депрессия, да. Это такая тяжелая стадия. Она самая опасная, потому что во время нее копятся тяжелые хронические заболевания. Человек не должен позволять себе жить тусклой жизнью. В целом есть два способа выходить из стресса в зависимости от вашей развитости. Первый способ начинать с природы — это бегать вдоль моря, делать зарядки, я вижу много людей на берегу, которые, я вижу, что они в депрессии, они вот трудятся сердцем, то есть они наклончики делают, там вес поднимают, опускают, они бегают, они трудятся. Это путь через природу, выход из стресса через природу. Очень сильно эффективны для тех, у кого нет глубокой веры в Бога. Те же, кто верит сильно в Бога, они должны ездить в святые места и погружаться в молитву. И таким образом выходить из стресса. Но не забывать про природу, потому что если у человека стресс, у него также страдает здоровье, и он все равно должен контактировать с природой. Стресс всегда идет через среднюю часть. Смотрите, есть Бог, есть природа. Природа стресса не делает. Если ты про нее забыл, ты от этого стресса не получаешь, ты получаешь просто болезни. И чтобы вылечиться, надо с ней начать контактировать. Она всегда по-доброму к нам относится, она как мать. Она никогда нас в стресс не введет. Хочешь к матери поближе, тебе плохо, беги к матери. Люди даже не знают, что есть мать. Мы живем с матерью на этой земле. Это мать, ее зовут Земля. Большая такая мать, добрая. Если тебе плохо, ты заболел, беги к ней. Не сиди в своем каменном норке в своей. Выбегай из нее и беги на горе. Там, где есть природа, там, где есть солнце, вода, песок. Там, где есть стихии природы, там, где есть лес. Там, где есть красота этого мира. Беги, там надо двигаться. На красоте не надо кверху попой лежать. Там надо двигаться, нужно жить. Тогда природа начнет входить в человека. А если ты просто валяешься, там ничего в тебя не войдет. Нужны отношения. Если у вас есть огородики, есть у вас здесь огороды, бывают? На огородике можно трудиться, работать тоже. Контакт с природой сажать, цветочки там сажать, растения. Деревцами ухаживать и все. Эта жизнь дает контакт с природой. Человек успокаивается, у него появляются силы. Побеждает стресс. На дальней станции сойдут. Трава по поясу и хорошо. С булым наедине бродит в полях ничем. Ничем не беспокоясь по Васильковой синей тишине. Понимаете? То есть человек должен быть смелым в этом плане. Уехал и пошел гулять по природе, бегать, прыгать, радоваться, любить землю. Это означает любовь в земле. Когда дети радуются, на песочке играют, они любят землю в это время. Они общаются с матерью, с землей в это время. Они становятся здоровыми, крепкими. У них нет никаких проблем. А если ребенка не выпускают на природу, то он становится больным. Чтобы ребенок не болел, есть только один выход. Это пускать его на природу и все. И он сам вылечится. Контакт с природой. Бегать, прыгать. Ой, песок не трогай. На солнце закрывай. Солнце быстрее. Солнце меньше. В воду не ходи. Дышать надо меньше. И не ешь ничего вообще. Безумие. Пускай бегает по воде, по песку, на солнце. Чем больше, тем лучше. Все. Он становится здоровым, живым. Итак, депрессия. Чаще всего люди выходят через контакт с природой. Здоровый образ жизни. Бег, движение, зарядки, качание. Волейбол, все что угодно. Но только больше на природе. Среди депрессии. Второй выход для развитых людей, это погружение в молитву. У меня был один раз только в жизни стресс настоящий. Он длился у меня около двух лет. Вот. И еще три раза после этого были попытки сломать меня. Судьба меня сильно пыталась сломать. И все эти три раза я уезжал в святое место и по восемь часов в день молился. Каждый день восемь часов. И первые где-то две недели стресс отходил от меня и нахлыновал опять вновь. Каждый день время так действовало, что я восемь часов отмаливал. Мне легче становилось. Потом полдня я чувствовал себя хорошо. На следующий день опять нахлобучивало. И это не то, что в мыслях. Это были совершенно объективные процессы, желающие меня сломать. То есть было влияние определенное оказывать. Я не хочу подробности рассказывать. Но идея такая, что в это время я просто молился. И через две недели постепенно эти силы начали слабеть. И через месяц их вообще не осталось. Я уехал по те, ну как будто мою жизнь разрушают. Приехал, уже все нормально. Хотя действие происходило не в сытом месте. А там, где я живу. Удивительно знать. Так действует судьба. Можно просто молиться по восемь часов. И все меняется само в жизни. Замечательный пример. У меня несколько примеров есть. Одна женщина в Омске подошла, говорит. Олег Геннадьевич, у меня сын болен таким заболеванием, что у него когда приступ шизофрении, он запирается в квартире один. Ничего не ест, не пьет и умирает потихоньку. А если пытаться ему позвонить или прийти к нему в звонки, он не отвечает. Если пытаться к нему прийти, он пытается сразу покончить жизнь самоубийством. У тебя на глаза. В общем, нет выхода никакого. Что делать? Я говорю, слушайте голос святого человека, молитесь день и ночь. И все будет хорошо. Но у нее не было другого выхода. Она это делала. Через несколько дней она почувствовала сначала в сердце, что все будет хорошо. Первый круг победы над судьбой она прошла, он в сердце находится. Потом она начала дальше молиться и почувствовала, что она может ему позвонить. Она ему позвонила, он взял трубку первый раз. И он начал с ней говорить. Она чувствует, что как будто он сам не в себе, но при этом с ней разговаривает. Так удивительно. И она потом еще помолилась, и он ее пустил. Начал брать трубку, общаться с ней. Он ее пустил домой. Она принесла ему поесть. Там подмешала вещества, которые успокаивают психику. И он так несколько раз его покормил, он вышел из этого стресса и остался жив. Вышел из этого состояния. Второй случай такой интересный. Одна женщина... Ну таких случаев тысячи, я просто сейчас это вспомнил. Одна женщина... У нее была такая ситуация, у нее не было денег учить ребенка. А муж богатый бросил ее с ребенком и не хотел платить за обучение ребенка. И она начала молиться, прощать мужу, думать о Боге. И через несколько недель, две-три, муж ей звонит, говорит, я решил оплачивать обучение ребенка. Сам. Следующий случай произошел такой. Одна женщина заняла у своего знакомого, очень влиятельного человека, огромную сумму денег. И она все эти деньги потеряла в результате неправильного ведения бизнеса. Она очень сама, очень серьезный бизнесмен. И так как этот человек был связан с такими серьезными кругами, криминальными, то есть он ей сказал, или возвращай деньги, или сядешь в тюрьму. Надолго. Но если он сказал, значит он посадит, это очень сильный человек был. И она пришла ко мне, говорит, я не знаю, что делать. Я говорю, есть только одно действие, которое побеждает судьбу, это молитва. Одна женщина ко мне подошла, говорит, Олег Геннадьевич, помогите мне. Только не надо говорить, что надо молиться. Я говорю, тогда я вам помочь не могу. Она начала молитву, прошло некоторое время. Она пришла ко мне с одним вопросом. И когда она мне сказала, что она хочет сделать, у меня сердце просто обрадовалось, потому что я почувствовал, что это истина, которую дал ей Бог. И она это сделала. Она пришла к этому человеку и сказала ему, ты можешь меня посадить в тюрьму. Денег у меня нет. Или второй вариант, ты можешь взять меня на работу, у них одинаковый бизнес, я буду менеджером, я буду делать твой бизнес, ты будешь платить мне зарплату, и часть зарплаты, сколько ты хочешь, будешь брать за погашение долгов. Я буду жить полностью, работать на тебя, так сказать, под твоей опекой. Он очень разумный человек был, подумал, 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 подумал. Решил взять ее на работу, попробовать испытательный срок. Но потом произошло чудо. Чудо заключается в том, что она не только ему подняла бизнес, то есть она сделала ему процветание, то есть он начал процветать благодаря ее вот этой разумности, ее силе, возможностям. И он простил ей все долги, еще купил квартиру и сказал, оставайся у меня, туда не уходи. Все, что хочешь, от меня получишь в жизни. Оставайся. Классно закончилась история? Это не сказка, это жизнь. Но почему-то не наша. Наша жизнь должна быть лучше. Мы не должны поддаваться стрессу, не надо пукситься, не надо плакать во время стресса, нужна сила, нужна молитва, нужна победа. Так депрессия означает, что человек не может выбрать цель в жизни. Он не знает, что депрессия всего лишь от того, что он не наполненный Богом. Во время депрессии нужно искать Бога, больше ничего не надо искать. Для того, чтобы его искать, нужны силы, поэтому человек должен бегать, прыгать, контактировать с природой, потому что самое простое проявление Бога — это Бог в природе. Поэтому люди и проще всего, они чувствуют Бога через свет, через солнце, они чувствуют Бога как что-то такое сияющее, яркое. Это самое простое проявление Бога. Поэтому люди легко это понимают. Бог как счастье, Бог как свет, Бог как сияние, Бог как солнце. Поэтому надо идти за солнцем следом. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, когда по свету белому отправиться с утра. «Иди за солнцем следом, ведь этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди, дорогу и добра». То есть за солнцем или за светом, за Богом, за святостью. Надо верить в святых людей. Они являются отражением Бога. Следующий враг человека — это сила, которая человека направляет в одно русло жизни, которое засасывает в него всё. Это как, знаете, как, допустим, что-то потянуть, и за это вытаскивается всё, что было у человека. То есть взять как бы... Есть такой анекдот про Буратино. Буратино, когда родился, у него была гайка на носу намотана. Решили открутить гайку. Открутили гайку, у него ноги отвалились. Вот так работает вот этот следующий враг человека, который называется «Жадность в рай разгубила». Жадность означает сверхценная идея. Каждый человек нуждается в жилье, в комфорте, в деньгах. Это несомненно. Но если эта нужда делает так, что человек не может жить, а он только работает всё время, то это называется «Жадность». То есть человек не видит жизни. У него нет отношений с детьми, нет отношений с женой, нет отношений со своим здоровьем, нет времени молиться, нет времени в отпуск съездить, нет времени общаться с друзьями, нет времени нормально покушать. Он в забегаловку забегает, быстро захватывает, опять работать. Если человек всё время в цель жизни только работа, 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 чтобы получить чуть-чуть комфорта больше, чем у тебя есть, то значит ты теряешь саму жизнь. Что такое жадность? Это враг человека, который не даёт человеку жить. Человек живёт и не живёт одновременно, потому что он что-то ставит выше, чем сама жизнь, какую-то цель. Ему кажется, что это лучше, чем сама жизнь. Ну, даже если... Знаете, я видел такой мультик в детстве. Там показывали таких всякие тыквы там, с чиполина там всякие. И они жили в маленьких будочках такие, они еле помещались туда, и вот одна тыква такая, она вот у неё будочка, и она такая счастливая. У неё домик вот прямо как раз размерами саму тыкву. А потом я изучал древнюю культуру вообще всех народностей и узнал о том, что у людей раньше жильё было ну как минимум в четыре раза меньше, чем у нас сейчас. То есть у них были маленькие квартирки, как наши комнаты. Они там счастливо жили по многу людей сразу. Фактически нужно было просто место, чтобы поспать. Люди не жили в доме. Они все жили на улице, они общались между собой, они имели землю там, вспахивали её. То есть домик был, чтобы там просто посидеть, покушать и поспать. Он не был, чтобы там что-то делать, там ходить, гулять, бегать там. Ну просто там нужно было место для сна и всё. Вот это для этого был домик раньше. Сейчас понятие домик поменялось. Это там некоторые, даже я знаю, один бизнесмен сделал внутри дома у себя футбольное поле. Замечательно. Есть где теперь в футбол поиграть. Вот. Ну как бы так. И на этом же наживаются. Вот это жильё, которое сейчас нам продают, оно же столько не стоит на самом деле. Мы посчитали, вот мы сейчас в деревне живём, там, чтобы построить дом, реально надо очень мало денег. Ну, построить дом, чтобы себе, там копейки нужны вообще. Но такой дом никто не примет, не сдаст в эксплуатацию. Понимаете, да? Как всё устроено, интересно. Ну то есть, за это желание жить в своём доме зацепляется весь бизнес. И это всё накручивается бесконечно сильно. И кроме того, у людей появляется чувство определённых стандартов в жизни. То есть, что вот ниже стандарт нельзя жить. Это значит, что надо больше и больше, и больше, и больше, бесконечно больше работать. Подумайте об этом. Это важно. Потому что мне уже многие люди говорили, что здесь, в Израиле, есть такая проблема. Что люди теряют себя в деятельности, забывают про всё, про семью, про детей. Может быть, не стоит так уж сильно упахиваться-то. Надо как-то подумать о своей жизни, может, больше. Есть ещё интересный один момент, знаете, это называется западня или замкнутый круг. Жадность создаёт замкнутый круг. Я в Индии видел одну женщину, она с кирпичами вот так ходила, строила дом. Я подошёл к ней с переводчиком, и мы поговорили. Я спросил её, почему вы так тяжело работаете, вам почти не платят. Она говорит, мой отец работал, мой дед так работал, мы неграмотные. Я больше ничего не могу делать. Я говорю, вот посмотрите, вот в храме живут ребята, люди просто идут в храм. Это вправду в Индии. Многие сельские люди идут просто в храм. Там делают простую работу. Постепенно они изучают грамматику, они изучают философию, они изучают, как молиться. Они становятся очень просвещенным. Проходят 10 лет, вот этот молодой парень, допустим, пришёл жить в храм из деревни, он на Горску Риса до этого жил. Он проживает в храме 10 лет, и дальше он общается с очень влиятельными людьми, богатыми, рассказывает им о Боге. Понимаете? То есть человек становится очень развитым за 10 лет. И в результате он потом, когда из храма уходит, там женится, у него появляется очень развитый бизнес свой. И он просто и небо, и земля от своих родителей, которые в деревне остались. Небо и земля, понимаете? То есть, вот смотрите, человек посвящает свою жизнь чему? Духовному и нравственному развитию. Именно не материальному развитию, не то, что он идёт в институт учиться, он посвящает свою жизнь духовному и нравственному развитию. Понимаете? Вот в чём заключается интересный момент. Если уж говорить об уровнях жизни, знайте, что везде и всегда люди, которые имеют высокие возможности финансовые, эти люди все имеют также очень сильный нравственный облик. Пускай они даже его теряют в результате богатства, но изначально основа именно такая. Такие люди, которые имеют большие деньги, они всегда очень проницательны, они способны видеть добро и зло, они способны правильно общаться с людьми, они способны понимать, как устроено всё это общество, это означает благочестие. Благочестие всегда завоёвывается с помощью добрых дел. Если человек добрые дела делает, он получает такие возможности видеть, как всё происходит в этом мире, и тогда у него нет большого необходимости сильно упахиваться для того, чтобы иметь деньги. И так человек должен находить время. Пускай у вас скованная жизнь, допустим, много работает, ничего страшного. На работе слушайте лекции, если есть возможность, всегда на дороге едете, слушайте лекции. Дома молитесь, бегайте по свежему воздуху, есть время, уделяйте его здоровому образу жизни, молитва, жизни святых людей, изучение священных писаний, уделяйте время свободное, не просмотру кинопередач. Там люди смотрят телесериалы, эти мёртвые не потеют, 556 серия. Они никогда не вспотеют, понимаете, всё одно и то же. Вы даже знаете, конец какой будет. Не смотрите, это всё просто пустая трата времени. Лучше посвятите свою жизнь тому, что вас разовьёт в конце концов. Работает человек, это хорошо, работа человеку не поможет, ваша работа вам не поможет, но вам поможет ваше развитие. Если вы... А теперь надо дверь открыть наполовину. Вот так, как она открыта, только наполовину. И тогда будет нормально. Если вы будете развиваться нравственно и духовно, ваш статус жизни поднимется само собой. Поверьте мне, это так. Я много раз это видел в своей жизни. Ваши качества, характеры меняются, и меняются ваши возможности иметь средства. Меньше уже работать надо будет в жизни. Есть два варианта меньше работать. Один вариант, если у человека очень сильные возможности, потенциал, он просто становится лидером в обществе, и поэтому меньше работает. Есть второй вариант меньше работать. человек, у которого меньше возможностей влияния в этом мире, меньше силы внутренней. Он, когда развивается как Личность, он понимает, что ему и так хорошо, ему больше ничего и не надо. Ему хватает то, что он есть, он становится счастливым и работает по минимуму, просто испытывает счастье в жизни, и всё. И то, и другое одинаково хорошо. Понимаете или нет? Следующий враг человека называется зависть. Это такое широкое понятие на самом деле, хотя кажется, что зависть — это когда у соседа больше дом, чем у меня. Это тоже зависть, понятно, но зависть на самом деле на царе, санскритское слово, переводится как ненависть или злоба. Часто ненависть или злоба, она рождается из совершенно духовных вещей, поверьте мне. Потому что главная причина сейчас в современном мире ненависти и злобы далеко не то, что у соседа лучше квартира, и не то, что доктор Вася лучше лечит, чем доктор Олег. Понимаете, зависть сейчас другая. Основная природа зависти, 90% зависти в этом мире — это зависть на почве веры. Это означает, не зависть она воспринимается как таковая, а злоба. То, что ваша вера неправильная, а наша вера правильная. И вы должны верить так, как мы будем верить, и вот у этой злобы есть четыре стадии. Первая стадия — иноверцы или вероотступники. Не наша вера, плохие люди. Плохие люди — первая стадия. Вторая стадия — демоны. Не просто плохие. Мы праведники, а они — демоны. Вот все, кто не в нашей вере, они — демоны. Вторая стадия. Третья стадия — враги. Не демоны, а враги уже. И четвертая стадия — священная война. Убивать. Неверующих иноверцев убивать просто. Взрывать их везде. И ценой даже своей жизни ты взорвешь, если иноверца, то попадешь в рай точно. Я гарантирован. Бред полный. Не убей. Касается прежде всего тех, кто имеет другую веру. Никогда Бог не говорил, что возлюби только тех, кто твоей веры. Он говорил, возлюби всех. И не только людей, даже животных. Даже животных нельзя убивать. Не то, что людей. Так Господь нам рекомендовал. Но если мы ненавидим людей другой веры, или просто они нам неприятны даже, то это означает зависть или злоба, которая разрушает у человека светлое будущее. Веды говорят. Точно так же, как вожделение очарованно колдован, околдовывает человека и не дает ему его собственное благо видеть. Точно так же, как гнев делает картинку бесцветной. То есть гнев не дает возможности человеку увидеть правду. То есть он сильно ошибается, человек разгневанный. Точно так же, как иллюзия, она лишает человека силы побеждать свою судьбу. Точно так же, зависть, она разрушает всякие перспективы в духовном развитии человека. Если человек хотя бы чуть-чуть не любит какие-то другие веры, или хотя бы чуть-чуть брезгует теми, кто не является его верой, этот человек на духовном пути ничего не достигнет. Для того, чтобы развиваться духовно, быть ближе к Богу, человек не должен любимых детей Бога оскорблять. Особенно любимых, потому что как раз это и есть верующие люди, это любимые Бога дети, понимаете? И когда человек оскорбляет людей другой веры, он лишается верующих людей. Чаще всего, чем больше верит человек, тем больше его оскорбляют. Это страшно. Такие люди никогда к Богу не приблизятся. Это сравнивается с тем, что Бог, допустим, у отца есть два сына, допустим. Один сын говорит, я больше папу лучше люблю и правильнее, чем ты на второго все время. Папа никогда такого не примет. Он говорит, для меня оба сына любимые. Хотел бы поговорить с вами также еще о кое-очем. Это очень важная тема. Это то, что стресс побуждает. Называется «враги человека». Есть такие силы демонические, которые сильнее нас. И никто не может помочь, когда мы с ними соприкасаемся. Единственная помощь заключается в том, чтобы им не поддаваться. Как говорят, подписывает договор с чертом. Знаете, такой договор с чертом подписать. Это значит, что жизнь вся становится коту под хвост. Ну то есть она становится плохой. Жизнь становится плохой, потому что ты в какой-то момент какой-то неправильный шаг в жизни сделал. Попал под влияние вот этой силы, этого врага человека. Первый враг человека, они друг из друга вытекают, эти враги. Самый первый распространенный, общий, естественный, понятный враг человека называется влюбленность или возделение. Влюбленность — это такое хорошее, красивое слово для этого врага человека, которое называется вожделение на самом деле. Что такое вожделение? Это неправильное представление любви. И большинство людей, они не знают, что такое любовь. Давайте я вам немножечко об этом поговорю. Может быть, вы уже знаете, но я хочу напомнить, что любовь — это не наслаждение другим человеком. «Когда тебе хорошо, мне хорошо с тобой, и снегопад, и в дождик проливной». Понимаете, это влюбленность называется. Влюбленность нужна для того, чтобы создавались семьи. Допустим, один человек одинокий, другой человек одинокий. Тогда нужна влюбленность. Ну а если ты как бы уже женатый, тогда влюбленность уже не нужна, потому что это становится врагом человека. И эта влюбленность, она разрушит твою жизнь, она уничтожит всё, что у тебя было. Люди, которые влюбляются, они не знают, если они женаты, они не знают, что в эту влюбленность она делает так, что человек фактически перестаёт испытывать счастье от своих собственных детей, от своей собственной жены, с которым прожил много лет. Всё отшибает полностью. Вот это яд такой, представляете, влюбленность — это яд, она прыскает яд в сердце, и человек становится холодным. Как я смотрел в детстве мультфильм, там «Снежная королева» называется, там вот Каю, вот он тоже любил, девушка у неё была, и ему приснули яд холода в сердце, и он как бы полюбил «Снежную королеву», и у него к близкому человеку пропал интерес. Он стал совершенно холодным внутри себя. Вот это описывается этим мультиком. Такая иносказательная сказка описывается, что у человека была семья, и в результате он стал холодным, близким людям. Это называется влюблённость, враг человека, разрушающий полностью жизнь. Почему же он влюбился? Почему так произошло? Потому что он жил в мечте. Он думал, что главное в жизни — это вот эта влюблённость. То есть нужно как бы чувствовать, ну как бы главное вот это, когда есть вот эта влюблённость, мне хорошо с кем-то, и вот ради этого и надо жить. А если у меня с этим человеком, с которым я живу, нет влюблённости, значит, не мой человек, не моя половинка, значит, надо искать другого, и надо ждать эту влюблённость. Когда она пришла, надо всех бросить, сколько бы детей у тебя не было, и уматывать к этой влюблённости. Вот это вот и есть самое ужасное мышление, которое разрушает семью не только у обычных людей, но также у заурядных, которые, может быть, даже лекции читают и знают о всём, как надо правильно, но когда у них именно эта картинка является самой главной в жизни, они влюбились, и до свидания, близкие люди, сколько бы там их не было. Мои хорошие, мечта — это не способ жить. Человек должен выполнять свой долг. Надо понять, что влюблённость или мечта является врагом человека. Если у тебя в сердце живёт эта картинка, мне нужен такой человек, «А этот мне не повезло», значит, ты просто не представляешь, не понимаешь, как устроен этот мир. Этот мир устроен так, что сколько бы ты ни любил человека, вот если ты влюбился в кого-то, это значит, что этот человек будет мучить тебя. Потому что вместе с влюблённостью через него приходят и счастье, и страдания в свою жизнь. Влюблённость только означает всего лишь, что через него действует твоя судьба. И судьба, как её определить, мою судьбу? Почему судьба никогда не ошибается? Потому что хороший крючок есть. Крючок называется влюблённость. И каждый человек мечтает о влюблённости. И когда он видит свою влюблённость, он думает, вот где моя мечта. Правильно. Там как раз и будет твоя судьба. Там будет и счастье, и страдание через этого человека идти, потому что у вас сердца похожие, судьбы похожие, поэтому тебя к ним притягивают. Ты хочешь с этим человеком быть рядом, вместе. Сначала будет сладкий пуск у тебя в жизни, сначала будет ламбада. Ламбада сначала, будешь балдеть с ним. Потом будет что-то другое, типа Высоцкого, да, там. Вот, как там. Тут за день так на руку кувыркаешься, придёшь домой, там ты сидишь. То есть ламбада заканчивается, потом начинается другое что-то. Это означает вот эта вот мечта. И человек думает, что же я с этим человеком дурак-то живу, дурак, зачем? Где же моя мечта? Где же моя любовь? Так то же самое было и с этим человеком. Ты точно так же любился, думал, что будет мечта существиться, а там, оказывается, судьба живёт в мечте незаметно. Если посмотреть вообще о том, как в природе происходит, точно так же. Вот это вожделение или сладкий вкус, это является главной силой разрушающей жизни. Знайте, что даже смерть имеет сладкий вкус. Да, мои хорошие. Вот когда человек, допустим, должен оставить жизнь, у него есть такой период, который точно указывает на то, что он скоро, прямо очень скоро оставит жизнь. В этот период обычно за несколько дней до ухода из жизни человек становится лучше. Его отшибает от всего, что происходит вокруг, он становится таким самодостаточным. Его спрашивают, как ты себя чувствуешь? Он говорит, нормально, хорошо. Или даже он выздоравливать начинает, ему становится лучше, это значит, смерть уже его обняла. Когда смерть человека обнимает, человеку становится хорошо, сладенько, и он забывает обо всём. В это время она постепенно забирает его жизнь. Понятно, если человек вот болел, болел раз, и вдруг ему лучше стало, он такой, ему всё хорошо, ничего не надо, значит, готовьтесь. Это 100%. Кто это видел, подметил. Все это видели, у кого уходил близкий человек, просто некоторые не заметили. И так, когда мотылек летит на свет, он всегда погибает. Почему? Потому что свет приносит ему самое большое счастье в жизни. Мотыльку самое большое счастье в жизни приносит свет. Запомните. Он от света и погибает. Рыбе самое большое счастье приносит вкус. Поэтому она погибает от червячка на крючке. Даже колется, и всё равно он туда лезет. Потому что ей вкусно. Ей нравится вкус сильнее, чем её собственная жизнь. Оленю больше всего нравится звук леса. Он слушает лес. Поэтому он такой грациозный. Всегда шейку вытягивает, слушает лес. Ему нравится звук. Поэтому охотник, он рожок. В древней культуре были рожки. Они играли в рожок, и олени прибегали и попадали под стрелу. А человеку больше всего нравится в жизни. Влюблённость. Влюблённость. И человек попадается на этот крючок всегда. Он, этот крючок, самый надёжный для человека. Будьте осторожны. Следующий враг человека называется гнев. Гнев или безудержность внутренняя. Когда человек выходит из равновесия, это может быть сильная обида или сильное, безудержное такое чувство протеста против того, что происходит. В это время человек рушит всё, что у него есть в жизни. Несправедливость бывает? Бывает. Всегда ли её надо терпеть? Нет. Ты можешь быть против несправедливости, но ты не выходи из равновесия. Если человек сражается даже в бою, знаете, кто проигрывает? Тот, кто вышел из равновесия. Он начинает или гневаться, или бояться. Одно из двух. И то, и другое разрушает его жизнь. Или безудержная скрабрость разрушает жизнь. Или страх. Это одно и то же чувство. Называется гнев. Человек выходит из равновесия, потому что он не понимает, что в этом мире управляет справедливость. Если что-то происходит, надо это принимать и продолжать выполнять свой долг. Но часто человек чувствует чувство несправедливости, захватывает его, и он всё рушит вокруг себя, попадает под влияние вот этого врага человека, гнева. Когда человек гневается, у него принципы стоят выше человека всегда. Он говорит, ты будешь так делать, или я тебе не знаю, что сделаю. Вот, то есть принципы выше человека. Враг человека захватывает. И человек, куда направляется стрела гнева, там разруха. Допустим, я разгневался на директора завода, значит, до свидания, завод. Я разгневался на мужа, до свидания, муж. Я разгневалась там на сына, до свидания, сын. Вот на кто бы человек, стрела гнева, на куда бы ни направилась, всё разрушается. Знаете, как это разрушение происходит? Интересно. Человек, когда гневается на кого-то, он теряет видение, что у этого человека есть что-то хорошее. Вот поднимите руку, у кого из вас в жизни есть человек, у которого нет ничего хорошего. Вообще. Можете не поднимать. Если в вашей жизни есть такой человек, у которого нет ничего хорошего, значит, вы на него разгневались. Надо ему простить, иначе этот враг человека разрушит вашу жизнь. То есть вы попали под влияние врага человека, демона. Эти демоны, их никто не может победить. Демон вожделения никто не может победить. Человек сам должен добровольно отказаться от этой философии мечты. Человек сам должен отказаться от этой философии, что правила или принципы стоят выше людей. Надо людей выше считать. Нельзя гробить человека ради правил. Нельзя портить нервы человеку, потому что он не выполняет правила. Нужно по-доброму его прощать, объяснять. Можно наказывать человека, но с добрым чувством. Знаете, что высшее проявление любви — это строгость. Строгость выше, чем просто снисходительность. Но строгость надо заслужить. И каждый человек умеет быть строгим. Если ты хочешь быть строгим, значит сначала сильно полюби человека, а потом можешь быть с ним строгим. Любовь означает, что ты для него много делаешь, заботишься о нем. Тогда ты можешь быть с ним строгим. Но если ты унижаешься перед человеком, заботишься, чтобы он тебя не бросил, тогда ты никогда не будешь строгим. Ты станешь униженным. И унижение тоже приведет к гневу обязательно. Ты будешь психовать, все разрушать вокруг себя. Строгость настоящая, она добрую природу имеет. Но доброта означает, что человек выше правил. Поэтому я объясняю много раз спокойно, по-доброму. Не надеясь сильно, что человек исправится, а просто говорю правду ему. И он постепенно трезвеет, начинает ее слушать. Через любовь разум может воспринять истину. Но если я со злостью говорю к ребенку или взрослому человеку, он никогда не услышит меня. Только через любовь передается знание. Поэтому строгость всегда должна сопровождаться достаточным количеством любви. Иначе знание не придет в сердце человека. Гнев означает, что я перестаю видеть все хорошее в человеке, и я ослеплен. Гнев ослепляет человека. Точно так же, как влюбленность ослепляет. Очарован, заколдован, черные глаза. Я все время вижу всюду черные глаза. Точно так же ослепляет и гнев. Следующий враг человека называется иллюзия. Этот враг человека вам знаком, вы его часто встречали. Это пьянство, наркомания, азартные игры. Это то, что разрушает жизнь человека. Человек думает, что он будет счастлив, если он будет это употреблять. Он действительно становится счастливым. Эта иллюзия означает, что человек действительно становится счастливым. Но это счастье, оно связано с духами, с демоническими силами. То есть, смотрите, есть такие веселящие духи. Что они делают? Они человеку дают счастье взамен на его волю. Фактически, мы сами своей волей должны делать себя счастливыми. Мы должны служить другим, радоваться природе, аскезы совершать, совершать пожертвования и так далее. И тогда мы становимся счастливыми благодаря тому, что мы отдаем себя кому-то. Так человек должен быть счастливым. Природе отдал себя, получил силы для здоровья. Отдал себя людям, получил социальные силы. Отдал себя Богу, преодолел трудности в жизни. Все. Но если человек не хочет это все делать, а хочет быть счастливым, тогда он заключает договор с веселящим духом. Он что-то выпивает или курит, или что-то колет себе. И сразу «Хорошо». Ничего делать не надо. «Асса!» И все, супер, отлично! Танцуем и поем. Но когда веселящий дух заканчивает свое действие, человек чувствует очень сильно плохо ему. Отвращение к жизни, неприязнь. Ему плохо. Он думает, потому что, наверное, похмелье. Нет, потому что ты вошел в реальность. И эта реальность стала еще хуже для тебя, потому что это грех отказываться от своей реальности. Ты должен принять свой крест. Человек, наоборот, должен стать настолько трезвым в жизни, что он должен принять всю свою судьбу, и тогда он становится счастливым. А если человек уходит под влияние веселящего духа, тогда он от креста своего отказывается. В результате еще хуже становится. В результате в жизни еще хуже становится. Человек начинает все больше страдать от того, что он боится посмотреть в глаза своей совести. Мои хорошие, ни капельки спиртного, ни капельки, ни по праздникам, никогда. Потому что, когда вы по праздникам употребляете, никакого зависимости большой у вас нет. Вы думаете, да классно, что я выпил чуть-чуть, и все, никакой зависимости у меня нет. Поймите, что зависимость начинается не в это время. Она начинается тогда, когда время забирает у вас счастье. Когда наступает тяжелый период жизни, а у вас функция победы над судьбой уже утратилась благодаря тому, что ее забрал дух. И у вас ничего не остается делать, как пить. А время не делает вас счастливее, значит опять пить. Время опять не делает счастливее, опять пить. Не делает счастливее, опять пить. Потому что, когда человек пьет, у него плохой период проходит завтра стало лучше он не пьет уже он пьет только на спадах а бывает спады длительные это называется запой понимать он пьет и ничего не кончается все плохо и плохо на 5 пьет опять пьет и он думал что он не пьяница оказался пьяницей почему потому что пьяница это не тот кто запой пьет а тот кто не может сам делать себя счастливыми а запой это вопрос только времени понимаете поэтому мои хорошие ни капельки ни капельки нельзя никаких праздников со спиртным никаких праздников со спиртным это цель понятно что у вас сразу не получится но это цель поставьте ее придет время и вы бросите это все вам не надо будет я пострадавший реально пострадавший человек от этого всего я никогда в ни капли не пил потому что за мою за меня выпили все мои родственники бабушка с дедушкой поймать и по отцовской линии погибли от пьянства бабушка по материнской линии погибло от пьянства отец тоже сильно пострадал от пьянства я за немного молился конце своей жизни он перестал пить и раскаивался сильно за то что он делал всю жизнь брат отца погиб от пьянства страшно всех покосило один дедушка по материнской линии не пил дедушка по материнской линии и мама не пила мои еврейские крови работали так вот разумные крови это правда итак иллюзия страшная сила она массируется сейчас везде все хорошо все классно можно выпивать можно курить все разрешено реклама идет мы не защищены от этой штуки будьте осторожны везде по телевизору давай закурим товарищ по одной давай закурим товарищ мой выпьем добрая подружка бедной юности моей выпьем с горя где же кружка сердце будет веселее классика понимаете эта классика приводит нас к страшной жизни страшной вещи я вам открою одну тайну вы можете сами посмотреть потом сами проведите этот эксперимент который провел я на основе вед это сделал потому что ведах написано что глаза человека который полностью опьянен его психика его ум ничем не отличается от ума животного я взял сфотографировал глаза просто обычной собаки и сфотографировал глаза человека в глубоком алкогольного опьянения взгляд один в один попробуйте посмотрите увидите интересное много интересного узнаете оказывается человек который пьет и пьет и пьет и пьет и пьет он готовит себя просто к животной форме жизни это означает что он не принял человеческое рождение не принял свой крест и хочет жить животном теле за вы знаете что животное тело предназначено для счастья поэтому нам собачки и кошечки так нравится потому что они испытывают только счастье в жизни и все они как дети дети тоже испытывают только счастье но человек не для счастья рожден а для аскезы для победы над своей судьбой поэтому нам дам разум мы разумные существа мы должны брать свой крест нести его и побеждать свою судьбу а если человек пьет и пьет значит следующей жизни будет животным будет испытывать счастье вилять хвостом радоваться всем но разума у него уже не будет разум получают редкие души много животных форм жизни человеческих очень мало поэтому мы хорошие воспользуйтесь своей человеческой формы жизни ни в коем случае не пейте ни в коем случае не соглашайтесь с тем что мы должны отказаться от человеческой формы жизни не соглашайтесь с этим нам не нужно счастье такой дешевой ценой только ценой победы над собой нам нужно счастье все нет вариант все-таки стрессы бывают потому что следующая ступенька нужно мы верим не в то что нужно и поэтому человек попадает в эту ситуацию когда он ждет того что не может ему дать ждет высшего чего-то от человека от сына дочери от мужа от страны но чего-то только не от бога как поехали в машине сегодня мой водитель говорит у нас страна тоже тут большая деревня есть столько таких проблем я говорю ну согласитесь гораздо меньше чем других странах он говорит ну да 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 ведь нам все равно как бы все равно не хватает всегда нам чего-то не хватает жизни даже если же страна развитая сильная все равно чего-то не хватает правда ведь не бывает что все хватало совсем такого не бывает поэтому не надо верить страну надо верить бога страна что-то даст что-то не даст мне по моей судьбе как положено так первая стадия стресса называется кризис я возвращаю мужа возвращаю жену не возвращается потому что я очень сильно любила его сильно верила он устал от этого всего он загордился собой и в результате он уже не может вернуться назад знаете что такое стресс это значит что это не развратная ситуация невозвратная то есть мне нужно поменять принцип жизни принцип последнюю лекцию до этого я читал донецке в днепропетровске и там днепропетровске одна женщина сказала мне уже вернулся этот человек вернулся а я из стресса не вышло даже возврат человека не выводит из стресса потому что человек потерял веру она горит я уже ни во что не верю правильно вы верили в человека теперь ни во что не верить это называется стресс она горит я не могу выйти стресс вот передо мной этот человек почему я не могу выйти из стресса потому что человек из стресса не выведет и стресса выводит только бог а пострадала ты от того что у тебя была неправильная вера нет другой причины стресс кризис означает что человек изо всех сил пытается вернуть человека старается изо всех сил пытается вернуть надеется но как бы все как в том анекдоте в реанимации лежали трое вера надежда и любовь сначала умерла любовь потом вера и потом надежда одежду мирла последний итак человек теряет надежду сначала пропадает любовь хотя бы вера вера тоже тает потом надежда когда нет надежды наступает кризис человек не знает что ему делать не кончают начинают скончаться силы он чувствует что его сил не хватает вернуть все он бежит с друзьям друзья не могут помочь начинает молиться молитва не помогает есть четыре степени тяжести судьбы первая степень когда сам человек раз что-то сделал и помог кто-то заболел ребенок заболел сама что-то сделала помогла все легкая степень тяжести судьбы ребенок заболел сама что-то сделала не помогло пошла к врачу помогло средняя степень тяжести судьбы ребенок заболел сама сделала не помогло, к врачу подошла, не помогло, начала молиться сильно, Бога верю, помогло. Тяжелая степень тяжести судьбы. Непреодолимая судьба означает, даже молюсь, не помогает. Это значит, что Бог от нас чего-то хочет, а Он может хотеть только одного, это чтобы мы на другую ступеньку жизни перешли, на которой больше знания, больше осознанности, больше понимания, как правильно жить. Не просто я все знаю. Хорошо, если все знаешь, почему такая ситуация, почему-то поставлена в тупик, если все знаешь. Значит, нет знания. Но в этом мире нет тупиков, есть только экзамены. Если человек сдаёт экзамены свои, он, по крайней мере, слушает старше то, что ему говорят, тогда стресса не будет. Но есть особые ситуации, интересные ситуации, когда человек не может отказаться от своей идеи. Ему невозможно даже в это время сказать, перестань так сильно ждать человека, это ещё хуже. Вот смотрите, допустим, человек от меня уходит, я ему говорю, вернись! Он говорит, видишь, ты как меня зовёшь. Это значит, ты хуже меня. Не нужен такой же достойный человек, как я. И уходит. Я ему говорю, ну уматывай тогда! Он говорит, хорошо, раз ты хочешь, я уматываю. То есть и так нехорошо, и так нехорошо, и ждёшь плохо, и не ждёшь плохо. Что же делать? Делать надо то же самое, что и с духами. Когда духи на тебя нападают, нельзя не думать о них хорошо, не думать о них плохо. Надо просто думать о чём-то другом. И тогда они уже не могут нападать. Они нападают только на того, кто о них думает хоть хорошо, хоть плохо, не имеет значения. И они постоянно пытаются приковывать себе внимание, так и судьба тоже. Она постоянно заставляет человека думать об объекте своих страданий. Что такое стресс? Это значит, что всё моё существо приковано только в одну точку. Я больше ничего не вижу вокруг, только вот эту вот идею. Что со мной произошло? 24 часа в сутки, даже ночью человек не может заснуть. Знаете, какая вторая стадия? Вторая стадия называется шок. Чем характеризуется этот шок? Он характеризуется тем, что человек не может ни есть, ни спать. Он постоянно думает об одном, и эти мысли не могут закончиться даже ночью. И цель его такая. У него нет никаких вариантов понять, что надо думать о чём-то другом, что надо идти служить людям. Человек, понимаете, он потеряет как бы нить вот эту жизненную, которая идёт ему, счастье, вот эту веру свою он теряет. У него нет как бы контакта с этой верой. В результате человек хочет назад вернуть эту веру. И он живёт только собой и этой верой. И фактически он живёт в эгоистическом состоянии. Он очень сильно прикован к самому себе, потому что если человек думает о Боге, то здесь всё наоборот получается. Понимаете, когда мы думаем о человеке или о стране, ну то есть мы думаем не о Боге, о чём-то другом, то тогда мои мысли, моя концентрация на этом объекте означает эгоистическая концентрация. Фактически я думаю в это время только о самом себе. Но если я думаю о Боге, то происходит всё наоборот. Чем сильнее о нём думаю, тем больше о себе забываю, начинаю всем служить. Это удивительно. Вот так работает высшая цель жизни. Когда я думаю о Боге, так же сильно я плачу по нему, переживаю. Я становлюсь сильным, достойным, светлым, радостным. И озеро моей жизни становится наполненным. Я становлюсь сильным, потому что объект достойный для того, чтобы себя отдать. Когда я думаю о человеке, то объект недостойный, и результат печальный. Результат печальный. На самом деле не один, конечно. Надо верить в Богу, тогда всю жизнь будут цветут сады, свести сады в душе. Они расцветать только начнут. Всё глубже, глубже. Потому что любовь Бога так быстро недостижима, как любовь человеку. Можно в человека быстро полюбить, поверить. Но чтобы Бога поверить, нужен длинный путь, потому что он не дешёвый Бог. И чем больше ты с ним себя связываешь, тем сильнее цветы в душе твоей цветут сады. Понимаете, в душе твоей сады цветут сильнее, сильнее, сильнее с каждым разом. Я когда вчера в Иерусалим поехал, я думаю, интересно, опять оливки будут обрезать при мне или нет. Я приехал, смотрю, там куча вещь так навалена, куча-куча оливковых веток и все с веточками идут. Все с веточками, все получают по веточке оливковые. Ну, столько деревьев там не будет, там тонны веток каждый день. Всем раздают веточки. Я посмотрел на эти веточки, смотрю, не с этих деревьев. Но даже если эти веточки приносят туда, они там полежали, они становятся освященными. И этого достаточно, чтобы человек полюбил Бога. Но когда я туда приехал, обрезали именно эти веточки прямо при мне. И там не было никого, людей не было. Было раннее утро, обрезали веточки. Я взял себе веточку. Я вспомнил это и понял, что Бог не дешевый. Он мне сразу дал то, что я хотел. Потом я увидел, что не всем так получается дают. Понимаете, он бесконечно глубокий, Господь. Бесконечно глубокий. И даже то, что он мне не дал веточку в этот раз, это было очень сладко, потому что он мне показал, что было в прошлом. И в этот раз он меня гробу Господню ни путь не пустил. Там стала огромная очередь. Мы вообще туда даже не попали. А в тот раз не было ни одного человека. Я просто прошел там, побыл сколько мне надо. И это тоже было очень сладко, потому что я понял, что он мне сразу дал все, чего я хотел. Вы мне сейчас доказываете то, что я сам вижу. Чем вы мне это доказываете? Я вижу, что вы разные люди. Вы были другой, другим человеком, вы поменялись в этой жизни. Теперь вам не нравится ваша прошлая жизнь. Вы против нее бунтуете. А вы там все-таки совершали поступки и за это должны отвечать. Вы должны принять всю себя. И только в настоящем, но и в прошлом также. Потому что придет время и то, что сейчас вы делаете, вам в будущем тоже может очень сильно не понравиться. Может так случиться, что вы сильно разобьетесь и вы получите близкого человека себе в следующей жизни, который будет похож на вас сейчас. И вы тоже будете бунтовать и сказать, я не хочу с такой жить. Потому что вы будете мужчиной, скорее всего, в следующей жизни. Всегда все меняется вот так. Женщина становится мужчиной в следующей жизни, мужчина-женщина. Вот смотрите, спасибо. Видите, она еще ничего от меня не услышала. Уже спасибо. Спасибо. Человеку достаточно чуть-чуть просто успокоиться и все, уже спасибо. Давайте начнем с того, что проблема не в том, что вы разные. Все люди разные в этом мире. Мужчины и женщины всегда очень разные. Они прям противоположные, не просто разные. Прям противоположные. Проблема заключается в том, что вы очень настойчивые оба. У вас очень жесткий характер, жесткий стиль жизни. Вот вы микрофон взяли, но я вас не вызвал. Это означает жесткий стиль жизни. Но я не отнял у вас его для того, чтобы вас повоспитывать. Хотя вы поступили несправедливо по отношению к тому мужчине, который должен был дать микрофон. Не надо, не надо. Оставьте себе. Я буду сейчас вас воспитывать. Вы встали для того, чтобы возмущаться на Бога, ругать его. Говорит, почему мне достался такой человек. Привели мудрого человека в пример. Он говорил о другом совсем в своих словах. Говорил о духовной жизни. Вы даже не представляете, какая может быть у вас жизнь, если вы поставите свои принципы чуть ниже человека. Понимаете, вы уже друг друга накалили до предела своим принципами. У него свои, у вас свои. Каждый из вас добивается своего. Идет война. Хотя отчего вы, собственно, добиваетесь? Человек всегда дороже всего. Даже если он живет неправильно, надо учиться его любить. Потому что внутри него находится Бог. А Бог специально вам ставит такого человека. И если бы вы это знали, вы бы любили того, кто Бог вам дал. Потому что он дает вам ваше, не чужое, ваше. И если бы вы знали, что это именно ваше, и вы бы Бога боготворили в его сердце, сердце этого человека, то он бы смягчился перед вами, Бог. Смягчился бы перед вами. И дал вам возможность быть счастливой. Но он сейчас не дает вам такой возможности. Вы думаете от Бога убежать. А вы от него никогда не убежите. И никуда. Вы думаете, что если вы бросите человека, то вы тогда спасетесь. Вы никуда не спасетесь. Потому что Бог находится внутри вас, в вашем сердце. Он вам дает человека сам, лично. Вы не выбираете. Это он вам дает. И если вы этого бросите, вы еще больше будете страдать. Потому что вы еще будете за это отвечать так же. Не только за то, что было, а еще и за то, что сейчас вы сделали. И за это ответ будет такой, что вы будете одна, три года как минимум. Это три года, это минимум. Одиночество. А потом неизвестно. И не факт, что будет лучше человек. Потому что отрабатывать же карму свою все равно надо. По-любому. Поэтому на что вы рассчитываете в этой жизни? Доказывать свои права дальше? Или все-таки увидеть человека в сердце того, с кем вы живете? Прощать ему? Учиться к нему относиться правильно? Видеть в нем то, что вы не видите, а что достойно видите? Например, человек, с которым вы живете очень искренне. Это очень хорошее качество. Он перед вами не лицемерит. Многие люди обманывают друг друга. Он не обманывает вас. Он честно с вами себя ведет. Но он очень тяжело напрягается от того, что вы принципы ставите выше человека. Вы отстаиваете свои права в жизни. Потому что не понимаете, что любовь к человеку выше прав. Если вы начинаете любить человека, то он сразу же принимает и ваши принципы сам. Принципы, которые внутри вас всегда человек должен добровольно принять. Невозможно их навязывать. У меня тоже есть принципы. Видите, еще похлеще. Но я не навязываю вам их. Хоть видите, я очень решительно читаю лекцию. Но я не навязываю, потому что я вас люблю. Любовь стоит выше, чем принципы. Тогда можно и принципы свои рассказывать, если ты любишь. Вам надо научиться любить. Значит, служить, заботиться, бескорыстно человеку, а не требовать что-то от него постоянно. Учитесь видеть душу в человеке, чистоту. В вашем близком человеке много чистоты. Он на самом деле вам уже столько лет жизни отдал. Даже за это надо быть благодарным. А вы примите их. Пускай он навязывает, а вы примите. У меня такая же ситуация, как у вас. У меня тоже жена все время командует. Я слушаюсь. Она потом удивляется. Как такое возможно? Говорит, никто бы не выдержал меня, кроме тебя. Удивляется сильно. Люди же командуют не из-за силы своей, а из-за слабости. Это слабость в человеке, не сила. Будьте сильнее. Дайте человеку возможность командовать. А потом, когда он командует, вы ему прощаете. Он начинает вас уважать в сердце. Благодарность у него возникает в сердце. Когда у человека возникает в сердце благодарность, она является мостиком для отношений. Вы можете ему правду сказать по-доброму, но ему придется слушать, потому что он благодарен вам. Это означает, что Богу нравится ваше отношение к вашей судьбе. Если вы принимаете свою судьбу в человеке, то тогда Бог будет счастлив и даст вам возможность менять свою судьбу с помощью беседы. Но сейчас ваша судьба просто вас мучает, потому что она восстала против вас. Вы не хотите ее принимать. Вы бунтуете. Поэтому, говорится, прими твой крест. Это твой крест, твой близкий человек. Прими его. Редактор субтитров А.Семкин